всем добрый день и мы уже начало третьего у нас ехала по делам меня лолита подсадила вот на такие конфетки кофейные вместо кофе говорит тетя у нас 16 градусов обед приготовила не нужно в одну контору на полчаса нужно выехать если не забуду если не забуду у нас гастроном открылся зайдем вместе посмотрим какой что там у нас интересно одно дело сделали у меня сломался замок на сумочке не сломался но уже дело идет к этому заедает погода пасмурно ничего не вижу как крот очки надо одеть на всякий случай а вообще по хорошему надо надо пойти и зрение проверить линзы чтоб линзы подобрали линзы попробовать носить что в очках ходить не хочу помню как лоли . намучилась с холода заходит очки потеют дома когда дождь тоже не неудобно протирать синяк куда синяк непонятно синяки на теле берутся откуда не понимаю чё за пробка неположенном месте сегодня на обед нажарила котлет и и пюре сделаем у меня там макароны оставались еще да быстрее езжай наелась вы выехала по делам чая охота не помню смотрела в гастрономии в этом есть кафешка сейчас пойдем сейчас еще в одно место зайдем быстренько дела подделаем и поедем гастрономчик наш новый смотреть чай или кофе чай горячего охота с такой погодой вот откуда этот этот синяк отсвечивает вроде не ударялась и он не болит главное он не болит так все сделать дело гулять смело все оплатили поехали кушать булочки только вы вроде оплатишь только вроде оплатишь уже месяц прошел так быстро время летит так мне нужно навигатор забить это адрес не знаю точно а вы приехали где-то здесь где-то здесь это выезд или въезд я сейчас наверно туда заехала не знаю правильно неправильно но заехала посмотрим что тут у нас так выглядит гастрономчик новый так так Сельдерей очень полезный. Да ладно, тут ты инжир и все, что хочешь. Так, булочки, булочки. Так, мы поснимаем сначала, что тут из зубы есть. Она у вас на ряду. Нет. Уточки не взяла, выпендриваюсь, сейчас бы прочитала. Скажите, а чему от капуста вы стоите? Ну, один кусок, примерно 40 рублей. А, много брошек. Бутерброды. И сэндвичи. И курочки жаренные. Девушка, можно слойку с лимоном? А вот между круассоном и с лимоном, что лежит, квадратный такой? С вишней. С вишней, можно? Вот это вы? Да. Нет, и эту, и с вишней. А вот в конце два язычка, это рядом с вами, которые... Ну, не язычок, а вот слойки длинные такие. Вот эти? Да. Вот эти? Слойка, да, и язычок, но это, наверное, на кассе не сказать, потому что... Можно? А с чем они внутри? С чем они внутри? С чем они внутри? Давайте. Можно, пожалуйста, вот этот хлеб еще, если вы не заняты? И чиабатту темную. Спасибо. 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 Вот так, выпечка, халва, лукум. Вот так, выпечка, халва, лукум. Ну, в принципе, я могу сказать, что у нас в жемчужине то же самое. Женщина пиццу взяла интересная, вкусная тут пицца. Пацана может тут чуть-чуть дешевле, а так ассортимент. Не знаю, у нас вроде как то же самое. Ой, может тыкву взять, приготовить? У меня такой рецепт один пирога есть. Такая тыква тяжелая. Я, наверное, отключусь, потому что мне неудобно. Прикольно, да, сделали? Так, и куда меня вечно тянет? Видно, Россия не интересна. Ереван. Ой, у меня в корзине одна тыква, а лука отваливается. Так, это что интересно только я. Спиртное по бутылкам выбираю, если красивая бутылка. Мне кажется, и содержимое. Содержимое вкусно. Так, Италия. Шардоне белой, сухой, 1230 рублей. Ничего себе. Цена очень хорошая за итальянское вино. Так. Далее сухой, 712. О, нет, у меня рука отваливается, а пищу поснимают. Конечно, с удовольствием тут постояла. В отделе, в длинном отделе могу часами находиться. Картинки смотрю. Ох, нет, пошла я, тяжело. Ничего мне девушка на кассе не могла пробить толком. В кассу не вбито, ни чабату не могла пробить, ни слойки шоколадные не могла пробить. Половина товара на кассе осталась, потому что не забито. Паркки. Будем надеяться, что они только открылись. Паркки. И справятся. Паркки. Паркки. И выпечку взяла не такая уж она и свежая. Я уже вредничаю, не знаю. С валиточкой созвонили, сейчас где-нибудь сядем кофе попьем. Попробуем выпечку. Так, а как тут повернуть? Тут как пропустят века. Приключимся. Так, можно полминутки повозмущаться. Сельдерей? Сельдерей не находит. Она говорит, девушка, как это называется трава? Я говорю, это сельдерей. Она говорит, у меня на кассе не ищет. Я говорю, тогда я не знаю. Послала девочку. Говорит, иди посмотри, как подписан на полке. Написано, стебли сельдерея. Сельдерей нашла. Сельдерей, тыкву нашла. Чабата. Четыре названия было. Оливковая. Какая еще? С чесноком. Четыре названия было, я не помню. Моя неподписанная была. Просто в пакете. Чабата. Я говорю, просто ржаную посмотреть, потому что там была белая чабата. Я взяла ржаную. Она говорит, ржаной нет. Я говорю, откладывайте. Слойки, которые взяла с шоколадом. Сказали, на кассе так и скажите. Девушка, слойка с шоколадом. Я передаю слойкой с шоколадом. Она говорит, у меня не ищет. Говорю, посмотрите язычок шоколада. Она говорит, у меня ничего не ищет. Короче, половину, что взяла, оставила на кассе. Ничего они там не ищут. Такая нерасторопная какая-то кассирша была. Ларита позвонила. В Робуст говорит, тетя, мест нет, вообще нет. Сейчас там рядом еще Мерси. Если Мерси не будет, уже, наверное, домой поедем. Вот этим можно любоваться весь себя, да? За ручку. Красавица своей. Ой, простите, пожалуйста. А что, он вылил или что? Ой, да ладно. Чуть-чуть развил мальчика. Капучино это мне с лебедем или это мой? Ой, какой красивый. А ты себе что заказала? А у Лолиты завтрак практически на ужин, да? Ты не кушала, да? Нет. Приятного аппетита. Все. Выпили соли и по кофе. Сейчас домой, если будет время, пирог тыквенный сегодня испеку. Поделюсь рецептом. Все, переключимся, музыку включаю. Персик, ну подожди. Хочу розочки показать. Помните, мы сажали вместе розочки? Смотри, как они разрослись, Лолит. Заслела второй раз. Что, мой красивый мальчик? А то, что он не ест плюцы. Валит, возьми сумку. Ой, такое тяжелое. Да это из-за тыквы. Базилик набрала. В этом году столько базилика папа насушил. Еще на подоконнике разнос сушится. Поднос. Не замечание делаем. Не разнос, а поднос. Так, я этот дышащий пакетик положу. Сегодня полдня. Сейчас все запачкаю. Девчонки, кто еще себе не купил робот-пылесос, покупайте. Конечно, не так вычищает, выметает, как веник. Но когда много делаю, неохота подметать, тоже как вариант. Сейчас переоденемся и, наверное, будем снимать пирог с тыквой и творогом. Все, осень, на улице прохладно. Хочется целый день чай с пирогами пить. Все, эту баночку в шкаф, а эту повесим в кладовку пока. Все, сейчас переоденемся и переключимся.